Ко Всемирному дню Красного Креста и Красного Полумесяца Измаильская организация общества на базе Центральной библиотеки имени Котляревского организовала торжественную встречу с участием членов организации, ее волонтеров, краеведов-любителей, библиотечных работников, журналистов. Выступая перед собравшимися, председатель организации Галина Димова рассказала о том, как буквально по крупицам восстанавливается история Краснокрестовского движения в Придунайском регионе. При этом отметила ту неоценимую помощь, которую в этой работе активистам Красного Креста оказывают историки, музейные, архивные работники и краеведы-любители. Однако систематизация исторических фактов не единственное направление деятельности организации. Отвечая на вызовы времени, ее члены возрождают былые традиции движения. Именно поэтому Галина Димова объявила о начале работы в нашем городе курсов по обучению всех желающих навыкам оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Занятия будут организованы сотрудниками организации и волонтерами-медиками. Затем об истории Красного Креста присутствующие узнали из сообщения подготовленного учащимися общеобразовательной школы номер 2, а о работе, проводимой музеем Дунайско-военной флотилии при Центре внешкольной работы, подробно и увлекательно рассказала его директор Инна Пойда и члены Совета музея измаильские школьники. Торжественная встреча получалась информационно насыщенной и вызвала живой отклик в душах присутствующих.